Уже подошел гость, Дима, ты можешь к нам присоединяться, чтобы мы все вместе общались. Но комментарии можно по айпэду нашему читать, поэтому будь с нами. А отвечать там тоже можно? Отвечать можно спокойно. У меня первый эфир, и две девочки чуть на меня не обидели. Я хочу вас познакомить. Нашего гостя зовут Евгений. Это бармен-кальянчик. Жень, здравствуй. Здравствуйте. Надеюсь, тебе у нас комфортно. Можно валяться на пуфика. В принципе, почти не хватает кальяна для создания этой... Да, я думаю, мы перейти сюда. Бармен-кальянчик, покурим кальянчик. И зажечь, и покурить, посидеть, пообщаться. Отлично. Ты давно вообще занимаешься этим ремеслом? Вообще кальянами три года занимаюсь. То есть начинал изначально, как и, наверное, все неопытные, дома что-то как-то с друзьями делал, пробовал. Когда делаешь с друзьями, то есть никто не обидится, потому что никто и не умеет начинал. То есть что-то не получалось. Получалось, читал, смотрел, узнавал. И так потихоньку начал продвигаться. Потом думаю, надо свои силы попробовать где-нибудь в общественном месте. То есть когда ты не дома один-два кальяна делаешь, а когда у тебя раз, заказ два, три еще при этом коктейли. И так получилось, что что-то затянулся и, в общем, стал довольно таким популярным в Тюмени. Ну вот смотри, я понимаю, например, коктейли бармен, да, который делает коктейли вот именно. А вот просто когда ты кальян только делаешь, там же одна и та же процедура по сути. Как можно совершенствовать это, чтобы это каждый раз тебе приносило три года удовольствия? Ну, это такое заблуждение, когда кальян это легче, чем коктейли. Вот я скажу на своем личном опыте, делая коктейли и кальяны, что куда сложнее сделать хороший качественный кальян. Коктейль это, то есть, взять помернику, смешать можно мерник, не мерник, там уже у кого как свои предпочтения. Элементарно помернику взять 50 грамм того, 100 того, налить и все это перемешать и вылить. Простите, там комментарии вообще. Вылить все это в бокал. А кальян, чтобы его хорошо приготовить, его надо как-то совершенствоваться. То есть, с коктейлями гораздо проще было. То есть, у меня и того, и того опыт есть. Это как перезарядить ружье, сделать кальян? Сколько, допустим, у тебя уходит времени? Ой, по-разному. Вообще, примерно делаю минут за 7-8 кальян. Но это с учетом того, что я еще жду, когда угли там догорят. То есть, плита обычно у меня греет медленнее, чем я его делаю. Поэтому я еще стою и наблюдаю. Слушайте, я вот согласен с Олегом Жуйковым. Он говорит, что... Он тоже вармин, кстати. А, вот. Он тоже говорит, что коктейли – это целое искусство. Он сильно не прав. В принципе, знаете, я согласен. В том плане не то, что вы там правы, не правы. А в том плане, что коктейли тоже достаточно сложно делать. И, может быть, вы просто не сильно погрузились в это. Нет, я не говорю, что коктейли легко делать. Просто с кальяном куда сложнее. Допустим, у тебя стоит в зале 10 кальянов курица. За каждым надо следить. То есть, когда ты куришь сам кальян, ты понимаешь, когда надо передвинуть угли. Когда курят гости, ты должен на каком-то телепатическом уровне понимать, что у вас стоит 10 кальянов, и ты же не чувствуешь вкус. А ты должен знать, когда надо к конкретному гостю подойти, что ты сделаешь. Все равно это разная вещь. Или внешние какие-то признаки, или время примерно. Тут, наверное, уже все тянет плохо, или просто нет. Ну, это с опытом приходит. Или по силе тяги клиентов. Ясно, сильно. Глаза. Глаза, наверное, что пора ему уголек заменить. Но есть и такие гости, которые уже к Яну приходят, и им это без разницы. Яна и гости, и он говорит, а ты уже АМЗ-кальян, возьмите, он там докурит. Он собирает про пьянку. Нормально, отлично. Нормально, друзья. Скоро, конечно, пятница, но я думаю, не к этому идет. Я хотела вот спросить. Кальян, конечно, наверное, это замечательно. Хотя сама когда-то в студенческие годы было дело, мы курили кальян. Даже я настолько увлекалась, что потом как-то у меня дома у родителей появился кальян, и я маме говорю, мама, давай научу тебя курить кальян. Мама такая, ты что, и мы с мамой курили кальян. То есть была такая культура. Но вот сейчас я не курю, потому что я последний раз попробовала, мне начало першить горло. Я кашляю, и все. Я просто не могу курить кальян. Вот. И вопрос именно про здоровье сразу. Перехожу, перехожу плавно. Как это отражается все-таки на здоровье? Потому что мы читали, готовились кафиру, что пишут, что все-таки закон придет принять, отменить, что выявились какие-то факты, что возможно оно все-таки отражается на здоровье и бла-бла. Твое мнение, что ты знаешь об этом? Ну, понятно, что ты сейчас будешь говорить, нет, приходите, кальян, это круто. Нет, 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 я скажу, то есть объективное мнение, я всегда так оцениваю. Вообще, скажу, допустим, даже если взять те же самые коктейли, они тоже отражаются на здоровье. То есть ты все равно пьешь, что-то пробуешь, это все, конечно, отражается. Кальяны так же, как и сигареты отражаются. Только хочу сказать защиту кальяна, что он отражается меньше, потому что в сигарете что? Вот, то есть размер сигареты буквально 7 сантиметров и маленький фильтр, полтора примерно сантиметра. Соответственно, вы курите его, весь никотин через полтора сантиметра фильтр проходит. В кальяне есть длинная шахта, ну, примерно размером 40-50, там, в зависимости от кальяна. Есть колба. В колбе есть содержимое, то есть обычно это вода, молоко, как часто гости курят, или какой-либо алкоголь пополам там с водой, или как предпочитает гость. То есть это все фильтруется большим количеством воды, то есть там в колбу примерно входит литра полтора-два воды. То есть фильтруется через 2 литра воды, через шахту, через шланг, плюс... Этот табак содержит меньше никотина, в сигарете 5 десятых, насколько мне известно, никотина, а в... Там по-разному варьируется. Ну, примерно в среднем я беру 5 десятых, а в кальяном табаке 5 сотых. То есть намного меньше, но очень много и больше фильтрации. То есть получается, что почти безвреден. Но никотин же это не единственный показатель. То есть это как бы то, что пишут на сигарете, не кахин, смола, а там же еще... Там чуть ли не вся таблица Менделеева. В кальяне точно так же или нет? Ну, честно, не изучал я кальянный табак на таблице Менделеева, но знаю, как его примерно делают, что его вымачивают вообще просто в сиропе. То есть если есть табак апельсиновый, там клубничный, это, соответственно, клубничный сироп с сахарным сиропом идет. Даже добавляется мед, глицерин. Глицерин добавляется для дымности. В принципе, как и в сигарете тоже самое. Какое воздействие вообще? Допустим, мы поговорили там, что касается здоровья. Эффект блаженства, не знаю, удовольствия человек получает. С чем оно сравнимо? Оно круче, чем сигарета? Это... Или вот с чем это можно сравнить? Ну, вообще, кальян, он расслабляет сам по себе. Если правильно, хорошо сделать кальян, то он расслабляет. Конечно, если там сидеть дома и накуриваться кальяном, как напиваться, допустим, прийти и где-то быстро в компании напиться водкой, то, конечно, никакого эффекта отличного не будет. Будет просто потом на утро плохо. А вообще так кальян служит для расслабления, то есть для беседы. Собирается компания друзей и приятелей, забивают кальян и сидят, общаются на какую-нибудь тему, слушают музыку, смотрят фильмы и курят кальян. Ну, а есть какие-то ограничения? Там, допустим, 10 затяжек, потом не надо будет болеть голова? Какие-то ограничения? У всех по-разному. Вот я на работе, и бывает и по 20 раскуриваю, то есть у меня не болит. А, ты сам тоже куришь? Ну, его на кальян не куривают. А, ну, я забыл уже. Перед подачей его нужно приготовить. Ну, да, то есть я его сначала проверяю на себе, как бы, что... Ну, постой легкий, мне кажется. Нет, я в футбол еще играю. В футбол еще играешь? А сигареты обычно не куришь? Нет. Только кальян. А коктейли не распиваешь при тем, как, ну, там, измертые стаканчики, чтобы определить? Распиваю обязательно. Серьезно? Ну, как, я делаю коктейли, должен попробовать его. Просто если делать коктейль помернику, то есть у каждого коктейля есть раскладка своя. Там, 50 грамм, 100, 150 того-то. Если делать помернику, можно и не пробовать даже. И так понятно, что ты сделал все правильно. Более опытные уже бармены, они делают на глаз. То есть они примерно из бутылки льют и знают, когда будет уже 50 грамм. Ну, естественно, там не ровно 50, может быть, 52, там, 47. Может быть, 48 или 49, допустим. То есть ты все равно маленько проверяешь на трубочку, буквально 10 грамм проверил, и понимаешь, чего не хватает. То есть там сиропа какого-то или еще чего-то не хватает, и добавляешь. Ты знаешь, я видела видео в интернете, но оно мне плохо грузилось дома, я смотрела. И не стала я уже сегодня его включать здесь, но какой-то такой, там, очень долго эксперимент проводили. Про то, что исследовали воду, которую взяли из кальяна, после того, как покурили. С пиявок. И вообще я смотрел оба. В первом видео про пиявок. Он смотрел опровержение, опровержение на опровержение. Он оба смотрел. Ну, типа того. Давай дослушаем, все-таки поймем, что он смотрел. Где показывали это врачи? То есть стоял врач, дядя, естественно, все посмотрят, солидный такой стоит, и все его послушают, что он говорит правду. Почему-то вот у меня сразу вызвало подозрение, слишком там все много кадрами идет. То есть вообще вода могла быть не из-под кальян. То есть они сразу уже показали готовую воду в банке, то есть ничего не демонстрировали. То есть раз показывают его. Он что-то рассказал, оп, кадр следующий. То есть как-то у них все накладно было. Я пошарил в интернете, посмотрел и нашел такое видео. То есть парни, двое или трое, их там было, парней сделали то же самое. Они курили кальян прям, снимали, как они покурили кальян. Взяли где-то пиявок, не знаю, где они их нашли. Может на речке где-то там сходили, наловили. Вылили воду эту всю с колбы в банку и кинули туда пиявок. То есть это все было одним кадром. Они ничего не меняли, как в том видео с врачом. То есть все одним кадром. И ничего страшного, с пиявкой она плавала и продолжала плавать. У нас блогеры пишут разговоры под пятницу. Кальянчик, алкогольчик, сигареты. Благо пиявки живы. Я сильно переживаю за пиявок. Ну а то как-то, да, все-таки же живость какая-то. Ну вот так, с кальяном я разобралась. Наверное, не так опасно, как сигареты. Иногда с друзьями можно его покурить. Ты вообще, Дим, куришь кальян сам? Пару раз пробовал, дико болит голова. Болит голова? Вот у меня все пульсирует. Еще зависит очень много, кто начинает от угля. Я сам, когда начинал, есть такой круглый уголь. От него вот даже у меня, наверное, заболит. Хотя у меня никогда не болит. Наверное, даже с первого кальяна я сам упаду где-нибудь. А какой еще уголь бывает? Такой, который... Ну, круглый, допустим, квадратный, я думаю, круглый, трапециевидный, ромбовидный. Кстати, вот почему... Бывают ли кальяны какие-нибудь смешные? Не знаю, вот эти индийские. Это только девушка могла спросить. А розовенький, чтобы вот эта клюшка была? Нет, вот розовый тоже был, зеленый. Я помню, у меня был такой большой зеленый. Что был у тебя зеленый? Кальян. Так, ты про угли спросила, а кальян... Нет, я уже про банку. Как это называется? Колба. Извините, не банк, не банк. Нет, чтобы он был веселым, это надо поехать в Турцию, вам, наверное, в Египет. Там вам сделают веселый кальян. Нет, веселый кальян вы имеете в виду, когда ты его покуришь, что это весело? Ну да. Ну, кстати, я была в Египте, и там действительно очень хорошо делали кальян. Благодаря. Прям такой дядька в большой, в белом халате, с бородой ходит, делает кальян. Такой очень крутой. Но сегодня у нас день отказа от кальян. Скажи, ты в каких случаях, что должно случиться, чтобы ты отказался от кальяна? Ох, кризис у меня должен произойти, чтобы вот денег на табак не хватало. А он дорогой? Нет. Поэтому он не всегда... Это значит, сильный кризис должен случиться. Очень сильный. Слушай, ну не надоело на самом деле, каждый день работаешь, каждый день только 20 кальянов раскурить. Ну, как сказать, когда уже для гостей делаешь, уже теоретически надоело, потому что даже они всё то же самое курят, всё то же самое пьют. У них стандартный набор мохито, секс на пляже какой-нибудь и кальян. Если делаешь дома, то делаешь что-то интересное. Поэтому, когда дома, то прям душа хочет. А когда на работе уже особой такой искры нету, как было раньше. То есть уже доедает одно и то же, одно и то же вот так. Поэтому как бы на работе я делаю, так сказать, свою работу. А когда дома, то уже с изюминкой какой-то добавляю что-то, придумываю. С каким ароматом нравится тебе кальян? Кальян? Да. Вообще есть много у меня жужуба. Жужуба? Да, или жасмин. Жасмин? Ну, жасмин с розой на молоке очень хорошо делается пополам. Теперь наши все блогеры знают отличный какой кальян. А вообще так вкусный кальян, если кто-то хочет свежий такой, лучше сделать апельсин, лимон, мяту. Только мятой, конечно, чуть-чуть. Не надо с этим экспериментировать сильно, иначе весь вкус перебьется. И так она где-то должна вдали чувствоваться. И с лимонным соком. То есть примерно выжать один пол лимона, колбу лимонного сока добавить. В общем, пошел у нас мастер-класс потихонечку. Слушай, пошел мастер-класс, но сейчас я верну, верну на нашу тему. Смотри, у нас сегодня вообще международный, во всем мире международный день отказа от курения. Ты сам не куришь, это замечательно. И мы с Димой тоже не курим, это тоже замечательно. Но многие зрители, они курят. И уже даже пишут, есть те, кто не могут отказаться от сигарет, только если забеременен, только в этом случае. Парни особенно. Что можешь, предложи какой-нибудь ребятам свой вариант, свою альтернативу. Чем можно заменить сигареты? Что можно делать в перерыве, чтобы он не превратился в перекур? Вообще, это как бы, как сказать, советовать что-то, говорить. Это бесполезно, если человек сам этого не захочет. То есть я сам когда-то тоже пробовал курить, мне не понравилось. И меня не тянет. Вот, допустим, даже на работе все идут в курилку, я могу стоять рядом, дышать воздухом, и как-то у меня особой тяги нет. То есть это зависит уже от человека, по большому счету. Хочешь, закуришь. Не захочешь, не закуришь в любом случае. Это уже от тебя зависит. Это уже сам ты решаешь, да? Но все-таки альтернативу. Если человек, например, знаешь, заставляется курить, чтобы быть там в теме, все равно идти в курилку с друзьями. Чем-то заниматься. Вот чем? Что просто, что-нибудь. Что-нибудь почитать, сесть. В картишки рубан. Даже в карты поиграть. Только и сигареты, зуба. Где-нибудь в общественном месте в ресторане посидеть, в не курильной зоне, где нельзя курить. Ну, по сути, да, как и многие предлагали. Почитать кофе. Типа Макдональд, где тоже курить нельзя. А, именно находиться там, где нельзя курить. Тоже вариант такой. Ну, слушайте, ну я на самом деле согласна. Потому что, вот, допустим, книги, мы уже про них говорили неоднократно. То есть, даже нам писал о Гуне, что у нее папа бросил курить. Именно тем, что он начал читать. Я представляю, сколько он, как сказать, перечитал книг. Ну, я и обещал, что мы вернемся к этой теме, к теме книги. Мы даже скажем, что это за книга. Ну, если мы попадем в яблочко, я думаю, мы попадем в яблочко. Что это за книга? Позже это секрет. Позже это секрет. Да, слушайте, у нас есть еще секреты. Ну, предлагаю, наверное, что ему сейчас предложим? Что предложим мы нашему гостю? Я знаю, что мы ему предложим. Мы предложим ему то, что предлагаем каждому. У нас есть камера, у нас есть гость, тебе нужно. У нас много чего есть, камера есть и гость. У нас есть пуфики, да, и прямо сидя на пуфике. Обратись к нашим онлайнерам, представься, скажи, кто ты. Смотри мои ТВ и будь в сети. Здравствуйте, меня зовут Женя, я работаю в Гринхаусе, барменом-кальянщиком. Хочу всем пожелать, не курите. Ни в коем случае, это очень губит здоровье, даже кальян. Но если кальян курить, то хотя бы в разумных целях и пить молока, потому что молоко вводит все таксины. И смотрите Моё ТВ онлайн. Ура! Спасибо вам! Это был Евгений. Супер-пупер кальянчик. Моё ТВ. Моё ТВ. Ежедневно с 6 до 10 вечера.